Приветствую вас. Прежде чем начать отвечать на ваш вопрос, я бы хотел сказать, наверное, то, что в части, где вы пишете про то, что работали с психологом, и что это состояние у вас не проходит, которое вы описываете в своем, в общем и целом, сообщении, вот, я думаю, что у вас есть некая выгода, вторичная выгода от того, чтобы находиться в этом состоянии. Потому что если вам не помог психолог, а его не профессионализм, мы пока что опустим, ввиду отсутствия у нас, да и у вас доказательства этого. Вот, если психолог вам не помог, значит, вы не хотели, особенно менять. Вот, и, соответственно, вам, вероятно, нравится это состояние, в котором вы находитесь. То есть вас, вероятно, устраивает чем-то эту позицию. Ну, такая позиция имеет. Конечно, конечно, конечно. Есть возникает вопрос, а чем вам может нравиться эта позиция, ведь вам тяжело, вам нелегко, вам трудно, вам больно, чем может нравиться такая позиция. Это довольно просто. Вы получаете все сливки ваших отношений с мужем, вот, все позитивные стороны и, в общем-то, нет негативных сторон. Ну, кроме только той стороны, которая вот заключается в наличии у него другой женщины, другой женщины, вот. Ну, и здесь, честно говоря, я думаю, что, если бы у него другой женщины не было, то, возможно, вы нашли бы какую-то еще причину для того, чтобы с ним не быть, вот. Потому что вам, может быть, тяжело, вот, на компромиссы, совершенно очевидно, идти вам сложно, вот. Ну, может быть, не хочется, вот, и в итоге и вы, и, скорее всего, мужчины понимают все так, как, ну, вот. Таких отношений, в каких вы находитесь сейчас, вам, наверное, находиться было бы лучше, вот. Хотя, конечно, можно, можно отношения гармонизировать, вот. Можно сделать отношения, ну, с такими, с такими вот не конфликтными, по крайней мере, не настолько конфликтными, как у вас. Вот, ну, для этого, конечно, потребуется индивидуальная работа, вот, и работа, судя по всему, длительно, на мой, ну, на мой, по крайней мере, взгляд. То есть, ну, по-моему, по крайней мере, по крайней мере, взгляд. Вот, хотя, безусловно, я могу ошибаться, хотя, безусловно, я могу быть неправ. Ну, а вот. Ну, я, хочется, хочется, хочется вас спросить, а вот, между вами и вашим мужем, что общего? Что вас объединяет, что вас связывает, вот, на каком фундаменте вы выстраиваете отношения? Что есть, ну, что это за фундамент? Это фундамент гендерных отношений. Это фундамент гендерного взаимодействия. Или это фундамент личностного взаимодействия. Или это фундамент партнерского взаимодействия и партнерских отношений. Вот. Что это за фундамент? Какой это фундамент? Было бы, на мой взгляд, очень неплохо и очень здорово было бы это, конечно, увидеть. Почему это важно? Ответ довольно прост. Потому что, в том числе, именно на этом, именно на этом соне вырос, вырос ваш, скажем так, текущий конфликт с вашим мужем. Вот. Наши отношения с самого начала были вулканом. Признаю, что мы оба эгоисты, но его эгоизм победил мой. Собственно, это и было основной причиной развода. Я устал от того, что интересы семьи всегда были для него на втором, а то и на десятом месте. Ну, это несколько противоречиво звучит, с учетом того, что, как вы сами пишите, весь свой бюджет он отдает вам. То есть, может быть, я чего-то не понимаю, но как могут быть отношения у этой, как может быть семья на втором или десятом месте, если весь бюджет отдается вам. С другой стороны, данное высказывание напрямую говорит о том, что ваши отношения – это отношения семьи. То есть, отношения гендера, судя по тому, что я могу видеть. Ну, проблематика здесь заключается в том, что при гендерном взаимодействии, и в том числе при семейном, так вот когда семья на первом месте находится, вот. Людям порой действительно довольно сложно, довольно трудно находить общий язык. Вот. То есть, вы вроде как понимая, вроде как вы понимаете, что ваш муж – эгоист. Вроде как вы понимаете, что ваш муж – это человек, который, ну вот, свои интересы как-то, каким-то образом, да, ставит на первое место. Вроде бы вы это понимаете. Но при этом вы как бы, как бы постоянно это как будто бы оскариваете. Вот. Как будто бы. И на мой взгляд, если что и является проблемой, то проблемой является именно то, что вы не можете, вы не можете до конца определиться со своим отношением к мужу. Его личности. То есть, да, он эгоист. Да. И его интересы всегда на первом месте. Да. Но такой он был всегда. И вы, судя по… Да. Тому что пишите, вы надеялись его поменять. Вы надеялись его изменить. И развод, развод наступил именно в тот момент, когда вы почувствовали разочарование в том, что его изменить не получается. Он, несмотря на ваши усилия, остается пресс. Основной вопрос, который вам нужно соблюдать, это вопрос о том, готовы ли вы признать, что ваш муж такой, как он есть. И что он не изменится. Возможно. Никогда. Ну или может быть, может быть изменится, если захочется, если захочется, если захочется им измениться, изменится. Вот. Вот на этот вопрос. Вопрос вам нужно ответить. Себе, самому. Дальше. Вы пишите. Значит так. Интересы семьи. Интересы семьи – это кого? Что такое семья? Я, извините, не понимаю. Вам может покажется это странным, но я правда не понимаю, что такое интересы семьи. Я правда не понимаю, что это значит. Я… семья – это кто? Что такое семья? Может быть, ваш интерес? Ну, личный интерес. Может быть, это как-то вот более ценно, может быть, это как-то более важно. Может быть, если вы возьмете на себя личную ответственность за то, что происходит. Может быть, если вы будете говорить не про семью, а про себя. Если вы будете говорить про свои собственные интересы, то, может быть, ситуация-то будет и лучше, когда вы не будете, скажем так, распиляться, как вы это делаете сейчас на семью. Говоря о том, что вот, семья там… И так далее. Значит, по большей части он жил своё удовольствие. Ну, хорошо, человек хочет жить в своё удовольствие. Опять же, это его право. Инициатором расхода стал и я. Он, как чересчур гордый лев, противиться не стал. Ну, вот здесь чувствуется родительская позиция ваших отношений к мужу. После развода я уехал с ребёнком к родителям. Месяца четыре меня общались вообще. Опять же, кто мы? Кто мы? Может быть, вы не хотели общаться со своим мужем? Может быть, вы не хотели. Именно вы не хотели общаться. Ну, если вы не хотели – это ваше право. Если вы не хотели, но не мы. Понимаете? То есть, вот проблема. Проблема заключается в том, что у вас вот то, что происходит, сильно приправлено «мы». Вот этой вот, ну, вот этой фразой «мы». Хотя на самом деле никаких «мы» нет. Есть только вы и ваш муж. Я скажу грамотную вещь, что и семьи нет. Есть только вы, ваш муж и ваш ребёнок. И у каждого, у каждого своя история. У каждого своя ответственность. Понимаете? Но мы, вот именно мы – это история про распыление. Когда непонятно кто, что, за что отвечает, как и так далее. Это серьёзная, может быть, проблема. Прям большая серьёзная проблема. Потому что здесь появляется огромная почва для взаимных обвинений. Ну, собственно, так и происходит. То есть, вы и занимаетесь, по сути, взаимным, ну, взаимным обвинением друг друга. Вот. Ну, как бы, это путь в никуда. Дальше. Потом, по приезду домой, он начал приезжать к ребёнку. Я ограничивал столько словами «привет, пока, пока». А из какого, из каких чувств вы это делали? Шло время. Так или иначе, мы же начали общаться в месте, гуляли с ребёнком, ходили в кафе. Он помогал по дому. И, наверное, жевал у нас со всеми вытекающими последствиями. Ну, здесь то же самое. Когда мы начали общаться, кто мы, вот. Когда он оставался ночевать и ночевал, как вы говорите, со всеми вытекающими последствиями, то это же было по вашему желанию. То есть, вы этому позволили случиться. Каким образом? То есть, что-то вы сами для себя решили. Но что? Причём, суть по всему, вы не развились, как я могу видеть. Моментами всё было идеально, моментами ругались в пуху-браха, общались по нескольку дней. Вот опять же, здесь это всё то же самое. Мы, мы, мы. Я бы сказал, что то, что вы описываете, похоже на созависимость, на слияние. Когда нет личных границ между людьми. Вот. Ну нет. Везде, везде есть вот это мы. Вот. Везде есть вот это мы. Везде оно, ну, присутствует. Вот. Когда вы говорите, всё было идеально, всё было идеально. Ну, моментами, всё было идеально. Ну, хорошо. Всё было идеально, всё было идеально. Но благодаря кому что-то вы делали для того, чтобы было идеально? Что-то ваш муж делал или не делал для того, чтобы это было идеально? И точно так же вы что-то делали для того, чтобы вы ругались, и ваш муж что-то делал для того, чтобы вы ругались. что именно делали вы для того, чтобы ругаться, и что именно делали вы для того, чтобы все было идеально. Это очень важно. Очень важно на это обратить ваше внимание. Кстати, здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Она есть в интернете. Изучите ее. Будет полезно понять, откуда люди все родятся. Потом я узнал, что у него есть женщина, с которой он не живет, но периодически встречаются. Были истерики, скандалы. Опять же, из-за чего? Чиви? И что это были за чувства? Потом я все равно пропускал его к себе. Опять же, как это происходило именно с вашей стороны, именно от вашего лица? Мне очень легко завести, и я моментально прихожу в ярость, как только вспоминаю о том, что она есть. Что с этим нужно поработать, все эти чувства необходимо дифференцировать, вам необходимо учиться замедляться. Вы слишком стремительны и многое пропускаете. Знаю, что на какое-то время они расходились, но она снова шла к нему на контакт. Про все его взаимоотношения с кем-то я знаю от его друзей. Мы с ними прекрасно общаемся. Это не самые лучшие друзья, если они рассказывают вам о том, что происходит с вашим мужем. На протяжении всего этого времени бывшему всегда говорили не о том, что любит меня, что я лучшая женщина в его жизни и лучшая мать для его ребенка. Это действительно так, ведь развески встречали вы. При этом это не отменяет того факта, что он хочет жить для себя. Я мельчусь от одних и может другим, и вам надо в них разобраться, в своих чувствах. То ненавижу его, то жить без него не могу, а это признак созависимости. Изучите, что такое созависимость. Понимая, что вместе нам жить будет очень тяжело, нет, если вы гармонизируете свое внутреннее состояние и научитесь коммуницировать с вашим мужем. И даже если я предложу ему сойтись, при первых силах у меня скажет, что ты же сама предложила мне, чтобы выпендриваться. И это правда. Это правда. Это действительно правда, что вы сами предложили сойтись. Но почему-то вы воспринимаете предложение сойтись как услугу. Вы как будто бы оказываете ему услугу. Вы как будто бы не хотите брать на себя ответственность. Мол, да, ну, я, да, я предложил от тебя сойтись. Но это не означает, что я не могу высказывать тебе какие-то, ну, вещи, которые мне неприятны. Например. Дальше. Ну и Вишенка на перте весь свой бюджет, все свои деньги он отдает мне, периодически дарит подарки без повода. Недавно подарил щупу и сказал, что за сына. Ну, вот это вот то, о чем я говорил. Вида помогает, но эта женщина до конца из его жизни не уходит. А почему она должна уходить? Я пытался не сграться в него спросить, для чего она ему, какие у них отношения, а зачем. Вы разошлись. На что получил ответ, она никто и ничто. Вот такая история. Понимаю головой, что пока сна это не закончится, так оно и будет продолжаться. Что именно закончится и что именно будет продолжаться. О любви ему не говорю, но его признание отвечает, что неверимый и в его любовь. А почему вы не говорите ему о любви, вы не верите в любовь или говорить о любви можно только тому, кто соответствует вашим ожиданиям? Тогда это не любовь. Еще понимаете, что вам не играет мой эгоизм и чувство собственности. Эгоизм это нормально, его нужно направить только в конструктивном направлении для вас. Что касается чувства собственности, то это про безопасность. Истерение тебе не людям. На других мужчин не могу смотреть, потому что много обиды вам не следит на мужской пол. С обидами можно поработать. Тут у вас есть и стереотипное мышление, и я бы сказал обобщение излишнее. Но я думаю, что раз у вас есть обиды на мужской пол, то это не первое ваше отношение, которое не складывается, а значит мы имеем дело с чем? Мы имеем дело со сценарным поведением, которое нужно также корректировать. Ну и да, что значит обиды на мужской пол? Это детское состояние. Это означает, что у вас были и есть какие-то ожидания от мужчин. Ожидания, как мы уже поняли, вы достаточно быстро и легко перекладываете ответственность на других людей. Ну, в частности на мужчин. Ну, а сыты и обиды. Чем больше ожиданий, тем больше обид. Прорабатывались эти моменты и вопросы с психологом не проходят. Ну, как прорабатывали, сколько времени, и вы же опять обращаетесь к психологу. Думаю, можете брать, да, сойтись с бывшим супругом. Да, только если проработаете над собой и тучи, думаю, мне же будет тяжело, это опять будет параховая бочка. Так все зависит от вас. Меняете свое поведение вы, меняет поведение супруг. Это закон системы. Действительно ли это любовь с его стороны? Ну, вам этого никто не скажет, психологи не обсуждают третьих лиц. Но вы здесь демонстрируете недоверие себе. А значит, обесценивание себя. Вот вы себя обесцениваете. Вот. И с этим нужно работать. Ваши обиды на мужской пол, в том числе, связаны с тем, что вы ждете от мужского пола подчеркивание вашей ценности чего-то, чего вам не хватает. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok